Здравствуйте, меня зовут Аян Сержанович, мне 24 года. Я работаю в школе лицейбином имени Канашасетпаева в городе Астана. Я являюсь учителем математики и вот уже на протяжении трех лет я преподаю эту абстрактную, местами сложную, но поистине красивую науку как математика. Моя работа учителя это не просто профессия, но и моя страсть. Я стремлюсь сделать математику увлекательной и понятной для моих учеников. Математика как наука дает нам инструменты для понимания мира вокруг нас. Я верю, что визуализация играет ключевую роль в этом процессе. С помощью библиотеки Мани я могу превратить абстрактные математические концепции в красочные и интересные анимации. К примеру, анимация многоугольника, которую вы видели в начале, была создана с помощью библиотеки Мани. Это делает процесс обучения более увлекательным и помогает моим ученикам лучше понимать сложные математические идеи. Все, что вы видите на экране, начиная с графиков, диаграммы, заканчивая движущимися фигурами, создана с помощью языка программирования Python и библиотеки Маним. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как математические анимации могут помочь нам лучше понять некоторые концепции. Вот вам наглядное доказательство теоремы Пифагора, которая гласит, что квадрат суммы катетов равна квадрату гипотенузы. А вот площадь круга, которую если мы разделим на бесконечное количество секторов и расположим, как показано, то у нас получится прямоугольник. А вот и парабола со всеми ее ветвями и графики других функций. Производная, интеграл, все-все можно смоделировать и увидеть настоящую красоту, а не только числа, да и буквы. Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими ключевыми моментами во использовании программирования и библиотеки Маним для создания математических анимаций. Для начала давайте рассмотрим, какие именно математические концепции и темы можно визуализировать с помощью этого инструмента. Манипулирование графиками и диаграммами может быть сложной задачей, но с помощью питона Маним это становится более доступным. Мы можем создавать интерактивные графики, демонстрировать динамику математических моделей и даже исследовать абстрактные понятия, такие как бесконечность и исходимость в более наглядной форме. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что программирование и математика тесно связаны. Создание анимации через питон учит моих учеников не только математике, но и компьютерным навыкам, которые могут быть полезными в будущем. После этого встает вопрос о доступности этого инструмента. Маним это бесплатная и с открытым исходным кодом библиотека, что означает, что любой может изучать ее и использовать для образовательных целей. Это делает обучение математике более доступным и инклюзивным. На протяжении многих лет я видел, как мои ученики восхищаются математикой, когда они видят, как она применяется в реальной жизни через анимации, когда оживают вот эти отрезки, углы, когда они видят все это движение и видят и понимают, что вот эта закономерность сохраняется все-таки. Это вдохновляет меня и мотивирует продолжать развивать этот метод обучения. Надеюсь, что вы тоже оцените магию математических анимаций и возможность использования программирования для их создания. Математика – это не просто набор формул, это еще и способ мышления, а математик является тем мостом, что соединяет абстрактный мир с реальным. И через создание таких вот визуальных математических моделей я стремлюсь вдохновить своих учеников на исследование и понимание этой удивительной науки. На уроке, когда мы проходим определенные темы, я создаю для своих учеников соответствующую визуализацию. К примеру, сегодня мы рассматривали такие типы углов, как смежные углы и вертикальные. И, о боже, когда они увидели, что если мы двигаем общую сторону, они вот эта сумма, вот это свойство, что оно всегда будет 180 градусов сумеем, вот они были, им все это было интересно. И я рад к этому. Также вдохнов к этому я популяризирую свою анимацию, свои ролики на таких площадках, как YouTube и TikTok. Вы можете меня легко найти, написав черновик математика. А теперь давайте подведем итог. Целью этого видеоролика заключалась в том, чтобы продемонстрировать своим коллегам по цеху, что можно обучать не только эффективно, но и красиво, используя современные технологии. Ведь благодаря библиотеке Маним я могу создавать любые анимации, показав наглядно сложные идеи. Конечно, наши старшие учители вряд ли поспешат учиться программировать. Однако молодых учителей я призываю к этому. Ведь для меня останется жива та истина, которую я определил. Звучит она так. Если учитель перестает учиться к чему-то новому, то он перестает быть учителем. Спасибо за внимание и всего вам наилучшего.